МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. Минувшую ночь под огонь попал Куйбышевский район Донецка. Есть новые разрушения в поселке Октябрьский. Горячими точками остаются Донецкий аэропорт, поселок Пески и Красногоровка. На Мариупольском направлении бои продолжаются второй день подряд под Старо-Игнатьевкой и Богдановкой. Всю ночь не спали и горловчане. О последних обстрелах Анастасия Пугач. В Горловке новые разрушения. Последний бой длился всю ночь. Жертв среди мирного населения нет. Местные жители рассказывают, в последние две недели в городе стреляют каждый день. Причем и днем, и ночью. С 25-го часа, каждую ночь, каждый день, каждую ночь. Человек начали пол, 9-го утра, окончили 4 часа. На окраинах города повреждены практически все дома. А в эту двухэтажку накануне прилетело сразу несколько снарядов. Здесь фасад попало, а два снаряда в крышу. Ну, отстроим, я думаю, незадолго война закончится. И мы отстроим все это дело. И заново начнем жизнь. Стекла сыпятся, двери разлетаются. Ни газа, ни воды толком, ничего нет. Елена рассказывает, как вместе с годовалым сыном укрывалась в подвале от снарядов во время последних интенсивных обстрелов. В 9-е часов утра до вечера мы сидели в подвале, потому что тут так бахом. Позвали, я на руках его держу, потому что ложить его холодно там. Спускаем, если спим, я спускаю постельное одеяло какое-то. Годовалый сын Елены болен церебральным параличом. Соседи рассказывают, из-за отсутствия денег ребенок уже несколько месяцев не получал жизненно необходимых лекарств. Беги в погодность таких ребеночек. Беги и шухай. Помогти не надо. Ни лекарства, ни таблеток, ничего нет. Ни панкерсов. Элементарно. Дети, где их взять? Цена получает 800 рублей денег. Накануне поздно вечером под огонь попала и Красногоровка. В администрации города сообщают, снаряды здесь разрываются круглые сутки. И вот видите, сегодня уже день и продолжают обстрелы. Грады, Саушки. Крупнокалиберное оружие. Местные жители рассказывают, выезжать из обстреливаемой Красногоровки им не за что. Эвакуироваться туда. Поездили уже люди, приезжали, потому что кое-как стены есть. Все нормально, где-то можно. И работа. Работа. Куда я 52 года пойду работать? Куда уезжать? Неспокойную ночь пережили и жители Староигнатьевки. По сообщениям штаба АТО, огонь по населенному пункту возобновился вчера в 9 вечера. И только за сегодня украинские военные зафиксировали 8 обстрелов из тяжелой артиллерии в этом районе. Местные жители еще не успели отойти от первой атаки, произошедшей накануне. Видно было, как летели. Так за тополя смотрю, за тополя долетают, дальше уже не видно. И там бухали, и тут бухали. И в подвале были, и в доме были, и в кладовой, только куда не ходили. По словам военных, на данный момент в Староигнатьевке разрушен жилой дом. Обошлось без жертв, так как хозяева давно уехали. Сейчас в поселке Затишье. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс. На Луганщине противостояние продолжается в Крымском и Троицком. Жители станицы пережили минометные и гранатометные обстрелы. Они длились всю ночь. В городе повреждены два жилых дома. Несколько улиц обесточены. Под огонь также попали жилые кварталы Попасной. Информации о пострадавших среди местного населения пока нет. Утром вблизи села Нижнетеплое работали зенитные установки, сообщают в областной военно-гражданской администрации. Право на получение адресной помощи удалось отстоять в суде переселенцам из поселка Северное Ясиноватского района. Правда, при помощи прокуратуры и только со второй попытки. Выплат от государства люди не получали год. Почему им отказывали в помощи, разбирались наши корреспонденты. Позвонил прокурор и обрадовал нас. Сказал, что... Еле сдерживая слезы, Николай Анатольевич вспоминает, как по телефону узнал от прокурора, что его семье все же удалось отстоять в суде право получать адресную помощь от государства. Почти год переселенцам из Северного приходилось просто выживать. Соцпособия семье Демидовых не выплачивали, так как их поселок правительство не посчитало зоной боевых действий. Хотя обстрелы Северного продолжаются до сих пор. Мы обратились сразу в соцзащиту. Нам там сказали, что вашего поселка нету, вы не входите в зону АТО. Теперь должно решение сюда прийти и опять в эту идти, в соцзащиту. Мы не знаем, что там скажут еще. Валентина с мужем год назад из Северного переехала в прифронтовую Гродовку. У семьи нет сбережений. Их дом полностью разрушен. Ни окон, ни двери. Им с самого начала его разбили. Да там ни один падал снаряд. После того, перед тем, как мы ездили туда забирать вещи. Поселок Северное Ясиноватского района находится всего в нескольких километрах от Песок. Но всем жителям Северного приходится через суд добиваться получения справки переселенца. Без нее выплаты и адресная помощь не положены. Отстояли права жителей Северного сотрудники прокуратуры. Они представляли интересы людей в суде и выиграли процесс со второй попытки. В случае конфликтных ситуаций сотрудники прокуратуры советуют вынужденным мигрантам обращаться в специальные центры вторичной помощи по защите прав переселенцев. Такие есть в Краматорске и Мариуполе. Или звонить на горячую линию Красноармейской межрайонной прокуратуры. Владимир Пельгук, Елена Виток, Телеканал Донбасс. Более 20 тысяч спасенных жизней. Именно столько человек получили адресную помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова в течение года. Это дети и взрослые из Донбасса, раненые и тяжелобольные, пенсионеры и инвалиды. Сложные операции, доставка жизненно необходимых лекарств и продуктов тем, кто не может ходить. А тех, кому помогли и продолжают помогать. Сюжет Ольги Лостовецкой. Специалист программы «Адресная помощь» Юлия Герасименко встречает на столичном вокзале семью Агапиных из села Воздвиженка Донецкой области. Как вы поехали? Нормально. Сразу едут в протезную мастерскую. Добрый день. Добрый день. Алексею оторвало пальцы на руке. Парень из любопытства поднял предмет, который бросили на дороге военные. Тот взорвался. Это осколки. Как только в штабе узнали об этом случае, не дожидались, пока попросят о помощи. Сами разыскали семью. Чтобы Алексей чувствовал себя полноценным, мальчику приобретут косметический протез. Я приложу максимум усилий, чтобы он в школу пошел с ручкой. Стоимость такого протеза почти 30 тысяч гривен. Благодарна Ренату Ахмету за такой протез. Мы бы, наверное, не знаю, за сколько жили, мы бы не смогли поставить просто такую. Программа «Адресная помощь» благотворительного фонда Рената Ахметова успешно действовала и в мирное время. С 6 августа 2014-го уже гуманитарный штаб спасает мирных жителей Донбасса и переселенцев. 5 ноября 2014 года на стадионе возле Донецкой 63-й школы разорвался снаряд. Двое ребят, которые играли в футбол, погибли. Четверо получили тяжелые ранения. Президент благотворительного фонда и бывший ученик 63-й школы Ренат Ахметов полностью взял помощь пострадавшим на себя. Вечером мы попали в больницу, а утром уже фонд Рената Ахметова занимался нами. Семи погибших получили материальную помощь. Штаб оплатил похороны. С этой историей началось направление «Дети войны» в штабе, когда мы начали очень активно оказывать помощь раненым. Штаб оперативно предлагает поддержку всем раненым, сопровождает во время лечения. Ежедневно поступают сотни просьб о помощи. Люди звонят на горячую линию, пишут письма. Мы тут все, співробітник адресной допомоги, стаємо такими эмпатами. То есть мы відчуваємо чужу боль, мы приймаємо все на себе. Кому-то нужна инвалидная коляска. Спасибо большое. Кому-то жизненно необходимый препарат. Штаб помогает лекарствами сердечникам, эпилептикам, диабетикам. Только инсулин и тест-полоски получили почти две сотни детей. Покажите пакетик, маленько. С двух Софийек из Донецкой области началась программа по установке детям оклюдеров для сердца. Просто человеческое огромное спасибо, что помогли нам, нашему ребенку. Роман и Софийка теперь лучше видят. Настя Скляренко ходит ровно. Очень большое спасибо фонду, что он помог мне начать новую жизнь. Коля Половинка теперь может слышать. Перемога – это когда дитина после тяжких поранень начинает самостоятельно ходить, когда никто не даёт шансов. Перемога – это тогда, когда дитина за допомогою слуховых пристроев начинает чути. За год работы специалисты штаба помогли почти трём сотням раненых на Востоке. Средства на сложное лечение и операции получили почти две тысячи детей и взрослых. Мы продолжаем работать в том же темпе, в том же режиме. Мы не опускаем руки. Программа «Адресная помощь» будет работать. И Ринат Леонидович пообещал, что он будет поддерживать жителей Донбасса. В течение года адресную помощь гуманитарного штаба Рината Ахметова получили 20 200 взрослых и детей Донбасса. Ольга Лостовецкая, Владимир Конопля, телеканал «Донбасс». Виктор Янукович не явился сегодня в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий. Боится за свою жизнь, пояснил его адвокат Виктор Сердюк, который прибыл вместо экс-президента на допрос. Сердюк подтвердил журналистам, что его подзащитный находится в России и готов там встретиться с исследователями и дать показания. Однако место пребывания Януковича юрист не назвал. Генпрокуратура хочет допросить экс-президента по делу о растрате государственных 200 миллионов гривен. Мы готовы дать показания по вопросам, которые интересуют следствия в режиме видеоконференции. Этот вопрос был практически согласован, либо в режиме личного предоставления показаний следователю, если он согласится прибыть на допрос для проведения действий на территорию Российской Федерации. Специальное расследование позволяет завершить следствие и без участия подозрюванного. Но, опять же, эти все сообщения, они именно на то, что на каком-то этапе, возможно, подозрюванный все-таки захочет прийти и объяснить свою позицию. Между тем, сегодня адвокат экс-президента планирует обжаловать решение Генеральной прокуратуры за очным досудебным расследованием. Виталий Сердюк считает такое рассмотрение противоправным, поскольку Януковича сняли с международного розыска, и от следственных действий он не уклоняется. Более чем в миллиард гривен обойдутся бюджеты Украины, местные выборы, проведение которых назначено на 25 октября. Подсчеты сделали в Центральной избирательной комиссии. Накануне там утвердили план избирательных расходов. ЦИК просит Верховную Раду как можно быстрее зафиксировать границу зоны боевых действий на Донбассе, чтобы отделить участки на неподконтрольных территориях. В Попасной на Луганщине разгорелся скандал с восстановлением жилья после обстрелов. В нескольких актах выполненных работ указано, дома отремонтированы полностью, но местные жители утверждают обратное, жилье восстановлено лишь наполовину. В СБУ заявляют, что уже выявили схему разворовывания бюджетных средств. Чиновники на местах все обвинения опровергают. Все точки зрения выслушала Виктория Ковалева. Валентина Викторовна целый день прождала ремонтников. Рассказывает, восстанавливает разрушенный в результате обстрела в дом бригада уже месяц. Сегодня строители и вовсе на работу не вышли. Еще не всем они поменяли, не всем оконные должны блоки поменять. Вы обещали? Пообещали, ребята пообещали, меряли. Это если так давно было? Сегодня мы их ждали, да. Но что-то они приехали, я не знаю, что. Крышу сделали только на том блоке, где сильно разбито. Вот там действительно разбито. Там они все полностью поменяли. Они подняли потолки, упали на четвертом, на пятом этажах. Сотрудники СБУ заявляют, по документам ремонт 4-5 этажек на микрорайоне Черемушки в Попасной уже завершен. По факту не сделали и половины. Фактически договорные обязательства фирмами не выполнены. И 500 тысяч гривен, порядка полумиллиона практически, они получили безосновательно. Поскольку выполнили они только незначительную часть работ, которые были предусмотрены по заключенным договорам. Согласно СМИ, строители должны были не только ремонтировать крыши и менять окна в подъездах, но и красить стены, потолки, стелить линолеум и вставлять стеклопакеты в окна квартир. Об этом жители Черемушек узнали от правоохранителей. Никто тут ничего не красил. Именно написать-то могут что угодно. Пообещали им, вот это же, они пластиковые подъезды поставили окна и ходили, промерили окна в каждую квартиру, у кого деревянные. И сказали, чтобы ничего не делали. Там уже есть вообще люди. Повъезжали, думаешь, ну кто там можно было. Померили. Ну а потом сказали, все же. В СБУ настаивают. Заказчик в лице городских властей и подрядчик работали по коррупционной схеме. Сотрудники управления СБУ в Луганской области вскрыли коррупционную вертикаль, созданную должностными лицами Попаснянской мэрии и представителями коммерческих структур, благодаря которой они, по всей видимости, пощитили или растратили средства из бюджета государства. Городской голова Попасна Юрия Нищенко обвинение правоохранителей опровергает. Чиновники Попаснянской местной рады, сколько там вкрал, 500 тысяч, там бюджетная составляющая, там 470 смета, проплачена была третья часть. То есть даже если кто-то хотел бы украсть, то не мог украсть ту цифру, которая называлась. Мэр Попасной уверяет, работы на объекте еще не завершены. В ходе ремонта возникли непредвиденные ситуации, и строителям пришлось корректировать проект. Начинают делать это, а по форме проплачены другие работы. Но потом, когда все сводится, сметная документация в конце сводится, все считается по факту выполненных работ, корректируется проект и оплачивается по факту выполненных работ. Расследование тем временем продолжается. Правоохранители открыли криминальное производство. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, телеканал «Донбасс». Программа развития ООН поможет Украине разработать и наладить механизм трудоустройства переселенцев. Международные организации уже сегодня готовы частично профинансировать создание рабочих мест в организациях и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Об этом заявили руководители проектов ПРООН в Краматорске. Помощи от мирового сообщества смогут получить и безработные переселенцы, открывающие свой микробизнес. Сотрудничать с крупными промышленниками на территории Донбасса, которую контролирует официальный Киев, обещает у Госслужба занятости. До конца этого месяца будет подписан ряд прямых договоров между Госслужбой занятости центральным аппаратом и большими компаниями в том, что мы взаимодействовали и работали для того, чтобы шукать, допомогать и готовить фаховцам для больших компаний. Я думаю, что с небольшим объемом инвестиций и с помощью изменений мы на уровне областей и на уровне страны можем сделать большой мощный шаг вперед. Я надеюсь, что не смотрю на жизнь через розовые очки, но я думаю, что если мы говорим про инвестирование в Донецкую и Луганскую область, это большая возможность, которая может принести довольно хороший результат. За последнюю неделю в Донбассе несколько человек подрывались на растяжках и минах. В последний раз тяжело пострадали трое детей. Мальчики нашли неразорвавшийся снаряд на полигоне для учения, и он сдетонировал. На днях луганские силовики и пиротехники провели профилактические занятия с воспитанниками оздоровительного лагеря «Заря». Репортаж наших коллег. Переселенцу Леши Коржикову из Первомайска в войну довелось видеть собственными глазами. Летом прошлого года с семьей и соседями Алексей месяц жил в подвале. Каждый день одно и то же. Встаем утром, чай, еду готовим, обедаем в обед. И начинается все время обстрел, и мы прячемся все время в подвалах. А потом некоторые люди из подвала решили окончательно выехать, собрали колонну из нескольких машин, и мы выехали. Помочь детям справиться со стрессом решили правоохранители. В лагерь приехали пиротехники. Они рассказали ребятам, как себя вести, если вдруг обнаружил подозрительный предмет. Я смотрела по новостям, недавно мальчик нашел предмет, который в руке взорвался в подъезде. Но нужно рассказывать, чтобы дети понимали, что это такое. Есть случаи, когда дети либо на улице, либо во дворе находят неизвестный им предмет, пытаются его разобрать, бить молотком, либо бросить в костер. Сотрудники госавтоинспекции перед началом учебного года повторяют с детьми правила поведения на дороге. Мы боимся за всех, мы переживаем за всех детей. Будем им рассказывать, возобновлять память, учить и обучать. И предотвращать дорожно-транспортные происшествия с их участием. После теории детвори предлагают на время самим стать госавтоинспектором. Северодончанка Карина в патрульной машине ГАИ чувствует себя уверенно. Классно. Такая машина новая, удобная. Так и хочется покататься и уехать. В социальной службе криминую рассказывают, после начала антитеррористической операции ситуация в регионе стала сложной. Взрослые не справляются с перенесенными стрессами. Дети берут с них пример. У нас люди не умеют снимать по-другому стресс. Как правило, что они делают? Употребляют алкоголь, чтобы уйти от проблем. Но, я как и говорил, проблемы не решаются. Поэтому это тоже откладывается на печаток. Правоохранители, в свою очередь, пообещали профилактические занятия с детьми проводить регулярно. На этом прощаюсь. Увидимся, как обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин